Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Благодарю вас всех за ваши подписки, за ваши лайки, за ваши добрые пожелания, которые вы оставляете под видео. Всем спасибо огромное, девочки, мальчики. Всех ценю, всех люблю. А сейчас давайте сделаем такой расклад на Христова Короля и Черковую Даму. Пауза или конец вашим отношениям. Давайте посмотрим. Пауза или конец отношения. Итак, девочки, себя загадывайте, Черковой Дамой, ваш мужчина, Христовый Король. Ну, а если будет соперница, то она будет ваша, новая дама будет вашей соперницей. Ну и посмотрим, как обычно, сделаем диагностику и посмотрим, что было между вами в прошлом. Сейчас, что есть и что будет в будущем. Посмотрим. Что же было у вас в прошлом, сейчас, что происходит у Христова Короля с Черковой Дамой и что будет в скором будущем. Будете ли вы вместе, помеетесь ли вы, если вы в ссоре или на паузе, или расстались какое-то время, да, вот. Расклад для тех, кто расстался или на паузе. Так, девочки, Христовый Король находится в настоящее время. Он думает о вас, хочет с вами встречи, девочки, но здесь рядом у него есть Бубновая Дама, с которым у него есть отношения, постель, желания, хлопоты какие-то есть. Но здесь у Бубновой Дамы еще есть какой-то другой мужчина, девочки, вот. Какой-то, на какого-то мужчину она еще надеется и будет хлопотать. Так, сейчас он с Бубновой Дамой, встречи, общения, переписки, звонки, все есть. Но здесь я вижу, что у них будет крупная ссора с Бубновой Дамой, у Христова Короля сейчас, вот. Так, в будущем, в будущем он будет думать о Черковой Даме. Здесь он захочет вернуть Черковую Даму, хотя Черковая Дама уже обиженная, холодная и не хочет встречи в будущем. Христовый Король будет переживать за свои чувства, за свои желания к Черковой Даме. Бубновая Дама захочет примирения с Христовым Королем. В будущем она будет звонить ему, интересоваться к Христовым Королю, Бубновая Дама. Но здесь он все-таки хочет быть с Черковой Дамой, девочки. Он будет очень страдать, мучиться и душевно переживать, если Черковая Дама не захочет с ним разговаривать, встречаться, да, вот. У него жизнь прямо очень сильно перевернется на 180 градусов, да, вот. Будет очень печалиться и бояться, что у него не получится встречи, общения с Черковой Дамой. Ну, а в прошлом что тут было? В прошлом у него, в прошлом у него были вот отношения с Черковой Дамой, вот встречи были, хлоп, хлопотал он к ней, ну, а потом резко пусто сделал. Здесь неожиданно появилась Бубновая Дама, и он на нее понадеялся, но с Бубновой Дамой что-то тоже у них не клеилось. Были проблемы, какие-то обманы. Бубновая Дама очень интересовала деньги, ему это не нравилось, он злился. Ну, и в прошлом Черковая Дама была в курсе всего того, что Кристовый Король очень интересует за Бубновой Дамой, и, видимо, она уже не захотела быть Кристовым Королем в прошлом, да, вот. Она отвернулась, здесь Кристовый Король остался в прошлом с Бубновой Дамой, хотя ему не очень-то она и нравилась, он на нее злился, нервничал, даже хотел сразу и расстаться, но почему-то остался. Здесь, видимо, Бубновая Дама какие-то действия делала на Кристового Короля, вот, чтобы он просто ее не сделал, смотрите. Она надеялась на свои магические действия, и она знала, что он с ней не расстанется, Кристовый Король с Бубновой не расстанется, а расстанется с Черковой Дамой. Здесь он ее просто сразу сделал, как он понадеялся на Бубновую Даму, хотя она ему и не нравилась, хотел поставить точку еще в прошлом, да, вот. Но все-таки с Бубновой Дамой он остался, и в настоящее время тоже он с ней. Ну, здесь я вижу, что у Бубновой Дамы новый мужчина появляется на горизонте, и она будет хлопотать к этому мужчине. И у них будет очень крупная ссора Кристова Короля с Бубновой Дамой. Здесь будет очень крупная ссора, девочки. И в будущем он захочет вас вернуть, но он очень неуверен, очень боится, переживает, что вы не захотите быть с ним. Ну, посмотрим, что покажут карты. Это была диагностика, чтобы узнать, какой король пришел, каких он энергий, что было у вас, чтобы это все узнать. Мы всегда делаем диагностику. А теперь расклад, девочки, будем смотреть. Пауза или конец вашим отношениям. Посмотрим, что нам карты скажут сегодня. Себя загадывайте червовой дамой. Кристовый король – это ваш мужчина, которого вы любите. Ваш загаданный мужчина. Ну, а Бубновая Дама, как всегда, ваша соперница. Под сердцем удар. Очень страдает, очень переживает наш Кристовый король. На сердце дороги его закрыты, девочки. Перевернуто все. В голове, в мыслях. Что думает, что на пороге думает. Что было, что будет. Будем смотреть. В голове, в мыслях он очень злится на Бубновую Даму. Так же он и злится и обижается на червовую Даму, что встречи нет у них. Злится и на Бубновую, и на червовую Даму одновременно. Так, на пороге. На пороге так же он думает, как бы встретиться с червовой Дамой, поговорить бы. Ну, и рядышком у него Бубновая Дама стоит тоже боком. Да, вот, прямо на пороге она тоже рядышком с ним. Что же тут было. В прошлом был интерес у него, надежды, планы были на червовую Даму. Но потом появилась Бубновая Дама. И, может быть, они познакомились где-то, где есть спиртное. Да, может быть, в баре, в кафе, в ресторане. Где-то они познакомились, может быть, за стойкой бара, где была выпивка. Может быть, Бубновая Дама там стояла и немножко выпивала, стояла. И он с ней так познакомился. А так до Бубновой Дамы он оделся на червовую Даму. Были надежды, планы на червовую Даму, девочки. Что же будет в будущем? В будущем все-таки он думает быть хлопотачей вовой Даме и сказать ей теплые слова. И какие-то у него серьезные надежды, планы есть на червовую Даму. Ну, а сейчас что тут еще происходит, посмотрим. Сейчас он в данный момент тоже вспоминает червовую Даму. Думая, как они встречались и как он ее потерял. Сейчас он интересуется Бубновой Даме, но он злится, что рядом нет червовой Дамы, девочки. Но все-таки я вижу, что он очень часто вспоминает червовую Даму, как он ее любил, как они встречались. И все-таки он хочет быть с червовой Дамой. Да, они были по судьбе. Да, и сейчас тоже он думает, что можно все исправить. Действительно, Крестовый Король любит червовую Даму и хочет быть с ней. Бубновая Дама может быть в курсе. Она переживает, переживает, что Крестовый Король прямо тянется к червовой Даме. И они по судьбе, девочки. Смотрите, сердечко стоит ровно у Крестового Короля и у червовой Дамы. Любовь есть, чувства есть по судьбе. Тут, я думаю, они будут вместе. Ну и посмотрим, что же тут в будущем их ждет. В будущем здесь Бубновая Дама его обманет. Здесь будет обман. В будущем Бубновая Дама будет хлопотать, как-то обмануть его. Ну, чтобы он не захотел встречаться с червовой Дамой. Даже, может быть, и опять она будет прибегать к гадалкам. Пойдет что-то, может быть, сделать. Она вообще, эта дама, которая пришла, она очень заинтересована в этих гадалках. Да, ходит бегает по гадалкам. Здесь Крестовый Король потерял червовую Даму тоже по гадалкам. Она была заинтересована, чтобы они расстались. И она это сделала. Сейчас тоже так же будет прибегать к гадалкам. Хочет, чтобы Крестовый Король не встречался с червовой Дамой. Чтобы у них было все пустое. И чтобы он с ней ругался в будущем. Чтобы она была у него в жизни. Да, вот Крестового Короля. Она будет хлопотать, чтобы в будущем она была у него. Но здесь все-таки он думает о червовой Даме больше. И доверий больше, чем к новой Даме. Видите, здесь обманы. И этот обман уже идет довольно давно. Обманывает, маячит. Сделал так, чтобы они расстались. А теперь он не доверяет бы новой Даме. Доверий нет уже давно. И он хочет в будущем хлопотать червовой Даме. И считает, что червовая Дама заслужила сказать теплые слова. И поверить ей. И в будущем у него какие-то серьезные намерения к червовой Даме. Здесь, видите, он очень боится потерять червовую Даму. Что она будет пустой. Да, вот. Любит девочки все-таки. Крестовый Король любит вас. Червовая Дамы. Об этом он вам скажет. Но здесь червовая Дама может этому не поверить. Побновая Дама очень переживает. Прямо у нее нету настроений. Она очень странно себя ведет. Но сердце, на лице как бы есть улыбка. А в душе у нее все горит. Она понимает, что Крестовый Король очень тянется к червовой Даме. И она знает, что сзади ее ждет пустота с Крестовым Королем. Она боится, что эта пустота ее догонит. И она очень переживает. Хоть она и улыбается, но у нее на сердце боль. Говорит все, что она будет пустой. В скором времени. В скором будущем. На сердце хлопоты. В червовой Даме будут хлопотать девочки с интересом. Под сердцем Крестовый Король очень сильно страдает. Здесь 100% есть на Крестового Короля тоже магия девочки. Тут Бубновая Дама сделала все так, чтобы расстался он с червовой Дамой. Да, вот. Расставание было очень тяжелым. Сейчас тоже он очень страдает. Как он остался с червовой Дамой. Здесь Бубновая Дама конкретно магичит. Здесь Крестового Короля и червовую Даму. Чтобы у них не было встречи. Всячески закрывает дороги. Обманным путем. Чтобы он только хлопотал к ней. Но здесь на сердце у Крестового Короля совсем другие планы, другие мысли. Здесь он страдает. Ну ладно, по магии страдает. Но на сердце он хочет хлопотать червовой Даме. Он очень боится, что к червовой Даме какой-то благородный мужчина, молодой человек придет, заинтересуется. И он, потеряя червовую Даму, он этого очень боится, как огня. Здесь также проиграется так, что Бубновая Дама очень надеется закрыть все его хлопоты и интерес к червовой Даме с собою. Так, да. Но в будущем он будет хлопотать червовой Даме. Бубновая Дама надеется, что у них все серьезно. Но здесь у них все разрушится. Тут все построено по магии и по воле Всевышнего это все разрушится. И это весь обман, все скроется по воле Всевышнего. Крестовый Король узнает, что Бубновая Дама очень обманывала и обманывала долгое время и магичила. Закрывала все дороги пути к червовой Даме. И чтобы интерес был только к Бубновой Даме, она вот такие действия постоянно прибивала к магии, девочки. Ну и все-таки у нее душа не на месте. Хоть она и улыбается, но у нее сердце плачет. Она знает, что ее ждет, что ее сзади ждет пустота. Да, вот эта пустота ее догонит. А здесь Крестовый Король действительно очень любит червовую Даму. И они по судьбе, девочки. Вот это самое главное. Они по судьбе. Ну ладно, будем дальше смотреть. Что же дальше будет? Что же дальше будет, девочки? Будем смотреть. Пришла такая Бубновая Дама, которая всю жизнь колдует, чтобы только Крестовый Король был ее. Так, в прошлом. Карты, которые не вошли в расклад, мы должны посмотреть. В прошлом он надеялся... Желания, надежда, планы были на Бубновую Даму. Он думал, что она его любит от души. Но все-таки он думал, интересовался червовой Даме. Он вспоминал, как он с ней поругался, с червовой Дамой. Как они поругались. И как он перешел плавно к Бубновой Даме, оставив червовую Даму. Вот так вот, девочки. Вспоминает все, что было между червовой Дамой и Крестовым Королем. Ну давайте теперь будем смотреть дальше. Пауза или конец с отношением вашим? Что он будет делать, девочки? Что он будет делать? Какие шаги к вам? Какие шаги к Бубновой Даме? Что будет делать? Будем смотреть. Очень много черноты со стороны червовой Дамы. Смотрите, сколько у нее пустоты, черноты, обмана. Бедная червовая Дама очень много чего в жизни испытала. Пустоты, обмана, тревоги, печали, ударов. В жизни у червовой Дамы одни неприятности. Страдает, так она страдает. Конкретно. Бубновая Дама это все так сделала, устроила такую жизнь. Крестовый Король пока хлопотаться к червовой Даме не будет, девочки. Хоть он ее любит, но пока не будет. Чего-то ждет. Но любовь, чувства у них есть. Сердечки стоят ровненько. Бубновая Дама по жизни обманывает. Смотрите, обманывает. Смотрите, у Бубновой Дамы там показала в диагностике, что у нее есть там червовый король. Да, вот. Показала в настоящее время, да, вот. У нее червовый король какой-то есть, с которым она закрыла отношения. Но этот король появится в скором будущем у нее. Вот она свои надежды отвернула от червового короля, но он появится скоро. Так, вот две женщины, две девушки, крестового короля. Но здесь все-таки с Бубновой Дамой он дороги все закроет. Встречи не будет. Он не хочет уже встречи, свидания с Бубновой Дамой. Здесь дороги, 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 кругом дороги у него. Хлопоты. Хлопоты еще Бубновой Даме будет все равно. Очень много черных карт. И у крестового короля очень много черных карт с червовой дамой. Смотрите, сколько здесь черноты. Сколько здесь черноты. Очень долгое время она работала над крестовым королем. Долго работала. Чтобы он интересовался к Бубновой Даме неожиданно. И она очень долго работала, чтобы он расстался с червовой дамой. А пошел к Бубновой. Да, здесь Бубновая Дама действительно очень сильно разбирается в этих гадальных делах. Да, давно пользуется, я имею ввиду. И она уже этим, этими услугами гадалки пользуется давно. И она делала все так, как хотела. И она очень верила, что ее магия сработает так, как она хочет. Ну, здесь я вижу, что хоть она и магичила, все равно крестовый король серьезно заинтересован в червовой даме. Хоть есть и магия. Хоть она и магичила, но все равно крестового короля тянет в червовой даме, девочки. Так, страдает он очень. В его жизни он очень страдает. Какой-то злой стал. Какой-то злой, какой-то нервный стал. И очень он ждет все равно встречи с червовой дамой и очень сильно интересуется. Да, у крестового короля вот эти препятствия, эти удары, они начались уже давно идет. Давно этот мужчина страдает и злой. И сдится, и обижается, и хочет он с червовой дамой поговорить. И интерес большой есть с червовой дамой. Хоть и у многих дамы магичила. Между ними, чтобы не было встречи, свиданий, общения. Вот это лежит. Это давно сделано. И ему очень больно от этого, что он не может с ней как-то встретиться, поговорить. Да, вот. Ну, я думаю, здесь пауза, конечно. Посмотрим. Смотрим. Что его удивит? Его удивит какое-то известие, сообщение, звонок. Что одиночит его. Он всегда думает, постоянно думает о любви к червовой даме. Это его одиночит. И он сам себя ругает, что он так поступил с червовой дамой. Он знает, что червовая дама его любит. Что ж тревожит тебя, кистовый король? Тревожится. Ну, здесь бубновая дама надеется. Она надеется, что... Она надеется, но ее надежды будут пустые. Будет скандал. Что ж тебя порадует? Он закроется к бубновой даме и не захочет встречи. Это его порадует. Будет успокоиться дорогой. Куда-то поедет он. Для него, для дома, для сердца. Что было, что будет, чем он успокоится. Так, у нас кистовый король думает. Для него он думает. Он думает, что, может быть, червовая дама разлюбила. Может быть, у нее другой мужчина появился. Думает, гадает. Для него, для дома. Для дома сидит дома. Думает. Думает и желание есть поговорить с червовой дамой. В дома сидит, давно сидит и думает давно, что ему надо встретиться с червовой дамой. И желание есть, хочет поговорить с червовой дамой. На сердце. Да, интерес большой есть к червовой даме. К червовой даме. И ему очень плохо без червовой дамы. У него жизнь катится вниз. Он сильно интересован увидеть её, что было в прошлом. В прошлом он встречался с бубновой дамой долгое время. Ну, а потом закрыл дороги. Что же будет? Смотрите, девочки, это ужас опять. Как он закроет дороги с этих бубновой дамой, так она вот это и сделает. Ждите, девочки. Что будет? Будет магия, будет удар у него, будет плакать, будет злиться, будет очень нервничать. Для него хочет он встречи с червовой дамой для дома. Да, быстро, в скором будущем он хочет увидеть червовую даму. На сердце сама червовая дама, хоть что, в его жизни была червовая дама. Червовая дама для него всё. Всё, что вообще он сам весь червовой дамой. Смотрите, в жизни червовая дама будет, в интересах она будет. И он сам тоже думает только о червовой даме. Здесь всё о червовой даме, всё. Что было? Был интерес к бубновой даме. Что будет? Смотрите, девочки, что будет? Между крестовым королём и червовой дамой будут вот такие магические действия. Чтобы он страдал, чтобы он плакал, чтобы он взялся при встрече с червовой дамой. И чем же он успокоится тут? Ну, здесь он успокаивается. Тут бубновая дама ещё появится в его жизни. После этих магических действий, что будет, да? Вот это всё будет. Вот это всё будет. Успокоится он. Тут бубновая дама придёт, скажет ему пару ласковых слов. И он опять заинтересуется бубновой даме. Потому что вот эти три негативные карты ждёт крестового короля в будущее. И дальше идут вот такие карты. Сразу меняется карта. Сразу червовую даму он забывает. И он сразу идёт к бубновой даме, девочки. Видите сами, какие карты пошли. Посмотрим. Второе оружие – это бубновых дам. Это колдовство. Они не знают, наверное, что колдовство после чистки обратно может вернуться не только им, а их родителям. Отцу, матери. Если дети есть, дети. Или ей вернётся. Вот этим людям. Самым близким людям. Если они замагичили и в тот момент получили удовольствие удовольствие от мужчины, которого они любят, хотят быть с ним. Это на этом не заканчивается. На этом только всё плохое начинается. Крестовый король всё-таки как бы не замагичили. Всё равно он любит червовую даму, но дама холодна. Здесь есть у него какие-то желания опять к бубновой даме. Опять он будет не хлопотать. После магических действий опять он хочет быть с бубновой дамой. Здесь опять встречи. Хотя этого он не хочет, но встречи ещё будут. Видите, как карты поменялись быстренько. Даже он думает, если он с ней останется, что будет дальше. Но ему будет плохо. И он всё-таки интересуется и червовой дамой. Здесь встречи будут. Смотрите, девочки, какие карты пошли. Червовая дама тоже под магией находится. Их вместе она заколдовала. Чтобы он злился. Вот его встречи с червовой дамой. Да, червовая дама встречи холодные. Вот он злится на червовую даму ни за что. Да, вот ни за что, ни про что злится. Здесь у него и ссора будет с бубновой дамой. Здесь бесконечные ссоры, бесконечные встречи. Восьмёрка. Это бесконечные разговоры, ссоры. Всё равно к червовой даме он пойдёт. Бубновая дама очень надеется на серьёзные отношения с крестовым королём. Она думает, что ей магия будет работать. И то, что она хочет, всё она получит. Здесь в будущем крестовый король будет очень сильно. Получит большой удар от бубновой дамы. Здесь будет полное разочарование бубновой даме. Здесь этой даме нужны только деньги, девочки. И она хочет в будущем быть с крестовым королём. Но здесь будет какое-то разочарование, препятствие. Душевно переживать будет, что он заинтересовался бубновой дамой. И он не знает даже, что будет в будущем до такой степени. Ему очень больно, и он не хочет быть с ней. Ну, будем смотреть. Что же в будущем ждёт нашего короля? Посмотрим. Что же его ждёт? В будущем он всё-таки будет интересоваться к червовой даме. Как бы там ни магичили, всё равно он очень сильно заинтересован по семейному червовой даме. Любит девочки. Как бы ни было любит, желание есть. Но и бубновая дама будет хопотать к нему. От этого у него какие-то удары. Может быть, дама, выпившая, будет хопотать к крестовому королю. Так, что здесь за бубновый интерес? Так, с бубновой дамой всё-таки он наш чистовый король не будет. Пусто он делает бубновую даму, они расстаются. Здесь любви нету. Просто был какой-то интерес, след, и всё, по магии. Будет думать о червовой даме. Будет хопотать, будет скучать. Хочет общаться. Здесь, опять-таки, боится, что какой-то другой мужчина появится к червовой даме и всё испортит. Да, боится очень. Что здесь за удар он получит? Так, здесь очень большой удар получит от разговора встречи с бубновой дамой. Дама бубновая думала, что у них всё серьёзно, отношение серьёзное, да? Об этом будет разговор и будет сильно, очень сильный удар. Он получит от бубновой дамы при встрече, да? Встреча будет. И после этой встречи он бегом идёт к червовой даме на свидание, на встречу. Теперь он надеётся на червовую даму, а с бубновой будет крупная ссора, удар получит. Так, далее, девочки. Здесь всё равно, как бы их не магичили, всё равно, крестово-короче, ловая дама будет вместе. Между ними нету лишних карт, они будут вместе. Они будут радоваться жизни, у них всё получится. Но всё-таки, всё-таки, смотрите, бубновая дама, какая она наглая, да? Она всё-таки будет магичить их, чтобы чувства крестового короля были холодной к червовой даме. Но вот это всё плохое, смотрите, если вот так руку поставить, да? Вот это всё плохое от крестового короля к червовой даме уходит, и это идёт к бубновой даме, да? Вот, если вот так смотреть, да? Вот эта бубновая дама ждёт не любовь к крестовому королю, и эти магические действия ждёт её. Чистовый король ее не любит вообще. И вот это все к ней вернется. Вот это все к ней вернется где-то к сентябрю. Где-то в сентябре она это все получит. Может кто-то не будет чистить сразу, попозже будет чистить, да. Я не знаю почему, но показывает сентябрь. Осень, сентябрь говорю, осень показывает, осенью. Осенью будет вот эта магия, все к ней вернется. Может быть до осени ее не будет чистить. И вот это все к ней вернется. И она поймет, что Христовый король действительно ее не любил. И она будет страдать. Ну и вот так вот. Может быть еще она будет звонить писать Христовому королю. Будет хлопотать, чтобы встречи были. Но встречи не будет. Но может быть по телефону она пару слов будет переписываться. Или говорить с Христовым королем. А так вот это все плохое, что тут магия была у Червова-Христовым королем. Это все от них уйдет. Это все от них уйдет. Это все вернется к Бубновой даме. Но я вижу осень будет. Возврат. Обратка. Вот такой расклад, девочки. Расклад общий. Сегодня одна девушка мне написала, что это не ее. Это то, что я там все говорю неправда. Я не знаю. Вроде бы люди взрослые. Да. Вот сидят, смотрят. Некоторые эпизоды. Они могут изонировать. Здесь общих. Это общий расклад. Всегда я говорю, что расклад общий. Она не может резонировать всем. Какие-то эпизоды может резонировать. Но не весь расклад же. Пишут какую-то чушь. Мне это неинтересно. Просто я... Мне даже стыдно читать такие сообщения, комментарии, что человек недалекого ума. Расклад общий. Я же не для нее гадаю. Чтобы я на нее погадала, мне нужно знать ее имя, ее дата рождения. Что-то такое, да, ее данные должна сказать, загадать, как-то приготовить, а потом смотреть на нее именно. Чтобы это был ее расклад. Очень недалекие люди ума пишут такие. Очень много таких пишут. Некоторые удаляю, некоторые не обращаю внимания. Просто говорю, что здесь расклад общий, девочки. Кому нужны личные расклады, пишите на WhatsApp, Viber, Telegram. Расклады все платные. Расклад никто не делает бесплатно. Здесь в YouTube мы делаем бесплатные расклады. Поэтому, ну, чтобы знали. Уже в сто раз мы говорим, что расклад общий. Это означает, что это не лично ваш расклад. Ну, вот такой расклад получилось у нас. Извините, что я так говорю, грубо, потому что уже надоело читать эти ненужные комментарии. Всем, девочки, удачи, всем любви. Ставьте лайк, пишите комментарии. Ну, и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Всех люблю, всех ценю. Всем, всем, всем любви, девочки. До свидания.